Но то, что я был спортсменом, это вообще не значит, что у меня было все с питанием окей. То есть многие люди думают, что у спортсменов идеальное питание, и они вообще никогда ничем не болеют. Но я так скажу, что здоровье – это вообще не про спорт. И я в своей жизни, после того, когда я уже закончил заниматься спортом, я вышел просто, вот знаешь, как Дед Мороз с мешком просто вот идет. У меня такой же мешок болезни был, проблемы с кишечником, проблемы с желчным, с внешним видом и так далее. Представь, что вот есть место, где ты строишь дом, залил фундамент как раз-таки, за счет вот этих семи правил, и дом будет крепко стоять, если будет крепкий фундамент. Поэтому вот эти семь правил мы сегодня с вами и разберем, какие лично я в своей жизни использую для того, чтобы иметь хорошее крепкое здоровье, внешний вид, работоспособность и ресурсность нашего тела. Потому что когда ты живешь на 2 из 10, наверное, не очень приятно, а хочется жить по максимуму и брать от своего тела как можно больше энергии, работоспособности и эффективности. Давайте с вами разбираться в этом видео. Что же за семь правил? Досмотрите его до конца. Первое правило – это кислотность желудка. Есть убеждение, заблуждение, миф о том, что есть повышенная кислотность. И многие люди думают, Николай, мне наоборот надо как бы понижать, а вы тут говорите, повышать надо. И часто люди при этом используют соду, да, препараты. Называется категория большая ингибитор протонной помпы. Например, это АМЕС, АМИПРОЗОЛ, антоцидные препараты ФОСФЛЮГЕЛЬ, АЛЬМАГЕЛЬ, РЕНИ, ГАСТАЛ и прочие. И я не все препараты перечислил. Они в долгосрочную еще больше влияют на снижение кислотности. То есть, еще раз, повышенная кислотность – это следствие пониженной кислотности. То есть, каждый раз, когда у тебя рефлюкс, ну, то есть, вот эта изжога неприятная, забросы. Проблема не в кислоте, а проблема в том, что вот этот идет рефлюкс вверх. А рефлюкс возникает от того, что у тебя белок ранее не переваривается и слабые сфинктеры. И поэтому у тебя и так мало кислоты, так ты ее еще гасишь. То есть, ты не саму кислоту гасишь, которая в желудке, а та, которая у тебя под воздействием напора начинает выбрасываться вверх. То есть, еще больше в дальнейшем снижается кислотность. Почему всегда важно следить за кислотностью желудочного сока? Как это вообще влияет на наш внешний вид? Самое главное первое – это, конечно, засвоение белка. Белок участвует в огромном количестве полезных функций в нашем организме, начиная от работы поджелудочной и желчного печени, заканчивая нашей кожей, нашими волосами и нашими даже ногтями. Поэтому, когда мы говорим с вами про восстановление здоровья изнутри, мы говорим про восстановление кислотности, чтобы это все повлияло на наш внешний вид в том числе. Естественно, не обходя здоровье. Второе правило – это, конечно же, восстановление желчоотока. Желчь является естественным антисептиком в нашем организме. И если у человека есть проблемы на уровне иммунитета, первое, с чем нужно работать – это работать с желчоотоком и желчоотделением. Например, есть витамин Е. Поставьте лайк, кто слышал из вас, что есть, например, лосьоны с витамином Е девушки-женщины, которые увлажняют кожу, например. Ну, в смысле, оно увлажняет кожу, действительно. Но вопрос же не в том, что кожа – это выделительный орган. То, что у тебя на коже – это у тебя следствие того, что у тебя происходит внутри. Витамин Е, который мы с вами получаем из еды, например, из семечек, например, из растительных масел, из орехов, то он должен поступать в наш организм за счет как раз-таки активной желчи. Если желчи будет недостаточно, витамин Е будет гораздо хуже усваиваться, какой бы ты его хороший не купил и изнутри не пил. И тем самым кожа всегда будет страдать, и женщина будет только тратить на какие-то косметологические средства. Очень коротко, как восстановить желчооток. Достаточное количество пить воды, потому что желчь состоит на 97% из воды. Убрать из своего рациона сахара, булки, конфеты, кондитерские изделия, потому что это влияет на процесс гликации белков в нашем организме. А у нас желчь состоит как раз-таки в том числе и из белка, белковых структур, которые называются аминокислоты. Когда мы с вами кушаем много подобного, то у нас начинается сгущаться желчь. Образование сначала хлопьев, потом как следствие камушков, желчекаменная болезнь, потом чик-чик убирает желчный пузырь. Это не значит, что если вы без желчного пузыря, к вам это не относится. Наоборот, если вы без желчного пузыря, к вам еще больше это относится. Желчный пузырь – это резервуар, где скапливаются желчные кислоты, которые поступают из печени в желчный пузырь, как следствие поступая в 12-перстную кишку. То же самое касательно волос. Если мы говорим про усвоение витамина D, который является одним из ключевых элементов выстраивания красивых волос и препятствия его выпадению, очень важно восстанавливать желчоток, потому что так же, как и витамин Е, он помогает его лучше абсорбировать, эмульгировать и усваивать в нашем организме. Третий пункт – это умение читать составы наших продуктов. Именно поэтому на своем YouTube-канале я постоянно хожу по магазинам, меня уже там многие узнают, знают, и разбираю составы продуктов, потому что иногда все, что указано на лицевой стороне – это просто для красивой упаковки. А, как говорится, сердцевина и что там под капотом мы можем увидеть только на обратной стороне и почитать, а что действительно есть в продукте и как это может повлиять на наше здоровье. Потому что иногда пишет мой любимый пример «гусиная печень», да, а там только на седьмом месте «гусиная печень». Написано «французский паштет с гусиной печенью». Свинина, печень говяжья, печень свиная, шпиксиной, говядина, печень утина и печень гусиная. Гусиная просто на каком? На седьмом месте. Все, что стоит после двоеточия на первых двух-трех местах, это составляет до 80% от общей массы всего продукта. Если хотите не пропускать подобные видео с разбором продуктов, обязательно подпишитесь на канал, потому что это одна из любимых рубрик людей, которых подписаны на этот канал. Ребята, комментарии, я вас всех читаю, вижу. Она самая интересная, я даже сам лично отвечаю, потому что ежедневно сотни комментариев, естественно, физически не успевают ответить всем. Но читаю. Если у вас возникает состояние, когда вы читаете состав, вы говорите, так, Николай, понятно, я читаю состав, но если там не написано что-то типа свинина, говядина, курица, например, или пшеничная мука, то все остальное я не понимаю. Ешки, стабилизаторы, гуарановая камедь, что это такое диоксид титана, я что вообще ем? Если вы хотите более качественно читать составы, переходите по ссылке внизу под этим видео на телеграм-канал, там довольно-таки часто мы публикуем подобные разборы тем и составов разных продуктов. Витамин D. Это четвертое правило, которое я всегда рекомендую абсолютно каждому человеку. И когда я лично в своей жизни восстановил уровень витамина D по анализам крови, жизнь разделилась на до и после. Потому что витамин D является один из главнейших иммуномодуляторов в нашем организме, и он, как дефибриллятором, пробуждает больше 4,5 тысяч генов в нашем организме, которые отвечают за наше здоровье, хороший внешний вид и крепкий иммунитет. Поэтому обязательно восстанавливайте уровень витамин D до 60-80 нанограмм на миллилитр в анализах крови. Во-первых, на безрыбий рак рыба. Если человек никогда в жизни ничего не применял, то любой витамин D в любой дозировке ему будет лучше. Но, конечно же, в идеале подобрать дозировку, потому что иногда люди пьют витамин абы как, в абы какой форме, без кофакторов. Кофактор – это вещество, которое помогает усваиваться основному веществу, например, витамин D в данном контексте. И поэтому, например, у меня был случай, когда девушка год пила витамин D, в смысле не подопечная, а знакомая. И она год пропила витамин, а толку нет. Почему? Потому что она пила в маленькой дозировке. Пятое правило, оно немного необычное – это повысить уровень амбиций по отношению к своему здоровью. Что это значит? Иногда, когда мы просыпаемся утром, у нас нету сил, нам ничего не хочется, даже если мы спали 8-10 часов, нам кажется, что это просто зима, это просто солнышка нету. Или, например, когда у нас газообразование, вздутие, тяжести, запоры или диареи, мы такие, ну ничего страшного, что-то съели не то. Неперевариваемость какая-то еда. На самом деле, ни то, ни другое, ни другие проблемы с внешним видом, с кожей, с волосами – это не норма. Выпадение волос в день – нету такой нормы. Нету понятия, что вот зима, и поэтому сохнет кожа. Пятое правило заключается в том, чтобы повысить чуть больше требовательность к своему здоровью и понять, что если так все живут, это не есть норма. Потому что наша страна, вот ребята статистику здесь приложат, в 2020 году заняла первое место в Европе с самой короткой продолжительностью здоровой жизни. Просто вдумайтесь. И почему иногда люди, я реально, меня прям распирает на эмоции, люди иногда считают, ну ничего страшного, ну подумаешь, там в 40 лет у тебя уже анализы, как в 60 лет. Да нет, нет, это не норма. Не норма, когда у тебя что-то болит, когда у тебя что-то тянет, у тебя нет энергии и так далее, и так далее. Можно жить кратно лучше, в более здоровом теле, в более хорошем самочувствии. И самое главное – не жить на 2 из 10, а жить на 8 из 10, на 9 из 10. Просто на максимальный свой потенциал. Потому что нам дано тело, и оно может реально, ну, крутые вещи творить. У нас может круто работать мозг, у нас может быть много энергии, которую мы перенаправляем на хобби, на работу, на детей, на семью, на саморазвитие, на чтение книг. А мы на что тратим? Просто доехать до дома, лечь спать, выпить пивасик, утром все то же самое повторяется. Мне немножко душа болит. Если для вас это тоже важно, и вы хотите понять, от чего, собственно, начать, я вас искренне приглашаю на трехдневное мероприятие, где мы вместе с вами разберем, как простым языком, с чего вообще начать, какие анализы сдавать, как корректировать питание так, чтобы не чувствовать, что ты ограничен во всем, какие витамины необходимы на первом этапе. И это все в трех коротких эфирах. И, кстати, про витамин D мы тоже там проговорим. Как правильно принимать, что такое кофактор, и почему это наиважнейший фактор усвоения витамина D, и как восстановить свое здоровье за пять простых шагов. Три коротких эфира, ссылка внизу под этим видео, регистрируйтесь прямо сейчас. Шестой пункт – это минимизация в своем рационе так называемых трансжиров. Что такое трансжиры? В составе они очень часто написаны как гидрогенизированные жиры, или масла, или пальмовое масло, или рапсовое масло, и так далее, и так далее. Ну, например, кондитерские изделия. Например, большинство. Сось. Вся кондитерка 95%. Тем более. Я раньше не мог отказаться от шоколадки Ритро Спорт. Я с фундуком и миндалем обожал. Это два вида, которые я просто кайфовал невероятно. Когда ты постепенно все это меняешь, это не так происходит. Все, с завтрашнего дня только бракаля и только авокадо ваши будут есть. Это не так происходит. Ты потом сам себя будешь поблагодарить за то, что ты сэкономил время своей жизни, которую ты можешь в дальнейшем потратить на лекарства, походы по врачам и некачественную жизнь, и которую ты не можешь выделить своим детям. И вот это вот самая большая проблема, которую я когда-то для себя понял, решил. Да, нужно над собой делать усилия, но это сделать гораздо легче, если делать это все в комплексе. Вот в этой методике, которую мы будем разбирать на трехдневном мероприятии. Что такое гидрогенизированный жир? Он просто с точки зрения экономики помогает этот продукт удлинить срок жизни его. А и с точки зрения экономической эффективности это выгодно. Но человеческий организм, он же даже... Ничего, что я закрылся так? Или сильно стремно? Ребята, вопрос к вам. У меня супер неудобный стул. Другого здесь варианта нету в студии. Ничего, если я так буду сидеть иногда, я не закрываюсь. Просто реально у меня тут это... Либо левым полупопием я сижу, либо правым полупопием. Вы думаете, что я сидел вот так вот первую часть выпуска, потому что я на левой части сидел. Сейчас она устала, надо пересесть на правой. Надеюсь, что ничего. Напишите в комментариях, все ли хорошо, нормально, если я так сяду. Короче, гидрогенизированные жиры вообще в целом... Ну, вот маргарина, например, да. Это же явный пример того, что используют в кондитерке для того, чтобы удлинить срок жизни. И с точки зрения экономической эффективности это очень выгодно производителю, чтобы его продукт как можно дольше длился, потому что высокая вероятность его продать. Все. И наш организм просто не предосположен все это перерабатывать. То есть как бы и поэтому возникает куча воспалений, аутоиммунных заболеваний, в том числе из-за такого питания на системной основе. Седьмое важное правило. Попробую сесть на две полупопии. Правило сбалансировано на тарелке. 20-25% белков, 20-25% сложных углеводов, гречневая крупа, рис, 40% клетчатки, овощей и 10% жиров. Это то правило, которое на первом этапе может реально сделать первые результаты в коррекции фигуры, в самочувствии, в энергии и в анализах крови даже. То есть не надо даже на первом этапе заморачиваться с калориями, чтобы привести... Ну, естественно, убирайте какие-то сахара, булки, конфеты. Но вот это правило, оно поможет уменьшить аппетит. Если у вас прям ярый аппетит, вы постоянно хотите кушать, не можете остановиться. И цель сбросить вес и сделать первые результаты в снижении веса. Даже один такой простой совет может сделать первый результат.